Трещать по швам эта двухэтажка начала еще два года назад, утверждают местные жители. Сначала мелким трещинам люди не придавали значения, но потом, учитывая возраст дома, пришлось все же бить тревогу. Трещина широкая, из нее постоянно дует, ощущаются и холода, и морозы. Детская комната. Начали везде обращаться, звонить, к себе привлекать внимание. До сих пор никаких действий, реагирования нет. Каждым годом она становится больше, шире, длиннее. Сначала трещина была просто поверху, на следующий год она опустилась ниже окна, а в этом году она уже ушла еще ниже, до первого этажа, и там уже начинает наваливать кирпич в местах кладки. В итоге дошло до того, что потолки на верхних этажах стали попросту отваливаться, рассказывают жильцы. Образовавшуюся дыру в одной из квартир управляющая компания даже залатала межкомнатной дверью. Как говорится, и смех, и грех. Они хотели щиток сделать. Ну, пришли, говорят, мы нашли другой выход. Ну, вот дверь у нас освободилась, мы дверь поставим. Все. А когда будет делать, что? Они не молчат. Не знаю, будут они делать, не будут. Может быть, я так и до конца жизни буду. Собственники утверждают, переписку с городскими властями и управляющей организацией ведем уже несколько лет. Мырия в итоге предложила людям переселиться на время капитального ремонта. Однако предложенными вариантами жилья люди остались недовольны. Власти нам предлагают расселиться в общежитие, где удобство на улице. То есть у нас маленькие дети, вот у меня двое детей. Меня такая ситуация абсолютно не устраивает. У меня хоть маленькая, но отдельная жилплощадь. Извините, жить в общежитии, где туалеты находятся на улице. Я бы такого не хотела. Нас поставили сначала в известность о расселении в общежитии. А с какой целью и что с нашим домом нас еще в известность не ставили. В администрации Октябрьского района нам пообещали, что подробную информацию по дому на Грибоедово предоставят на следующей неделе. Как бы то ни было, люди продолжают жить в двухэтажке, которая не сегодня-завтра может попросту рухнуть. Особенно, когда снег плотным слоем ляжет на ветхую крышу.